Финал ООНовских дискуссий. Петр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее Организации. Какие месседжи прозвучали и к чему призывал Объединённые Нации президент? Дмитрий Анопченко слушал выступление главы государства. Более 20 минут на английском, чтобы и залы, и западные СМИ поняли всё без перевода. Президент Порошенко выступил в зале Генеральной Ассамблеи, и этот текст сейчас цитируют, разбирают, анализируют. Дипломаты рассказывают, что когда для президентского выступления такого уровня готовится черновик, то в нём всегда есть две части. Одна так называемая ООНовская. Там фразы, обороты, предложения, которые главы государства традиционно говорят с трибуны Генеральной Ассамблеи. Ну и, конечно же, есть ещё часть содержательная. Так вот, в содержательной части выступления Петра Порошенко были слова о необходимости противодействия России на Азовском море, о необходимости миротворческой операции для Украины, и о том, что нужно реформировать саму Организацию Объединённых Наций, забрать право вета у страны, которая им злоупотребляет. Говоря о миротворцах, президент попросил ускорить формирование миссии на Донбасс. Это должна быть миссия с мощным мандатом и широкой ответственностью. Миссия, которая будет способствовать возвращению мира на украинскую землю, а не только поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе. Серьёзной опасностью Порошенко называет нынешнюю ситуацию на Азовском море и заявляет, что целью России является его оккупация. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия систематически нарушает свободу международной навигации как в отношении украинских, так и иностранных судов. Эти грубые нарушения необходимо остановить, в том числе с использованием Конвенции ООН по морскому праву. Сказал президент, пояснив, что действенной мерой влияния на Россию должно быть усиление санкционной политики против неё. Одновременно Украина предлагает провести межправительственные переговоры, чтобы согласовать общий документ, который изменил бы правила применения права ВЕТА в совбезе ООН. Какими должны быть наши действия, если член Совета Безопасности, обладающий правом ВЕТА, использует его не для того, чтобы способствовать международному миру и стабильности, а чтобы помочь себе избежать ответственности? Пришло время сказать, злоупотребление правом ВЕТА – это тормоз, мешающий нашей организации действовать в полную силу. Слово, которое в выступлении украинского президента звучало довольно часто, на котором он делал особое ударение – это ответственность. Пётр Порошенко говорил о том, что если Россия не понесёт ответственность за всё, что она сделала, если страны, которые нарушают международное законодательство, не будут нести ответственность, то в этом мире мало что изменится. Должно бы. Глава государства выразился чётко – отсутствие наказания как раз и привело к тому, что за нападением на Грузию последовала атака на Украину, за отравлением Литвиненко последовало дело Скрипалей. Вот главная черта современной России – им всё равно, им безразличны страдания, им нет дела до правды, им нет дела до закона. Они думают, что их военная мощь и статус ВООН дают на это право. Мы те, кто должен доказать, что они ошибаются. Мы те, кто должен заставить их не быть равнодушными, а иначе зачем мы здесь собрались? Спросил присутствующих президент в своей речи о конкретном механизмам привлечения России к ответственности, он называет процессы, которые Украина уже начала в международных судах. Из штаб-квартиры ООН Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».